Сылатка, которая называется антистресс. Собственно, что такое стресс для кожи и что это вообще такое, я буду несколько раз вам сегодня повторять, но самое главное вы должны помнить и понимать буквально следующее. Кожа – это самый большой орган нашего организма. Он занимает более 2000 квадратных сантиметров. То есть можете себе представить, что самый главный первый удар – это первый шумон защиты нас с вами от раздражающих факторов внешней среды. Поэтому антистресс – это очень популярный модный тренд сейчас во всем мире. Для России он пока только добирается, потому что мы с вами считаем, что у нас и так достаточно стресса, ну а кожа – это уже последнее, что реагирует на этот стресс. Но вы должны понимать, что она отражает внутреннее состояние вашего организма. Кожа – это зеркало вашего здоровья. Собственно, как вы себя чувствуете, так выглядит и кожа. Поэтому для того, чтобы быстро снять стресс, снять следы усталости с лица, восстановить цвет лица и так далее, существует целая серия. Серия Beauty Lab. Вы помните препараты, которые мы, собственно, и используем в этой серии? У нас там есть необыкновенный креп-блёр, который в одно мгновение проводит фотошоп вашего лица, мгновенно его преобразуя. У нас там есть лифтин сыворотка, которая мгновенно делает лифтинг, но это так, временное явление. А дальше все как в узовушке. Как только вы смыли остатки этой сыворотки с лица, все вернется на место, но кожа все равно заполнит то состояние подтянутости и будет его вспоминать каждый раз, как только вы будете наносить эту сыворотку. Ну а теперь мы пополнили эту историю еще одной, одной новой сыворотки – это энергетический бустер. В составе препарата есть одно уникальное вещество. Дело для нас его французская лаборатория, которая называется ГАДФОСЭ. Находится она в городе Леоне и занимается разработкой активных ингредиентов не только для косметики, но и для формации. Мне они импонируют тем, что проводят довольно глубокие клинические исследования, но самое главное – все их активные ингредиенты имеют натуральное происхождение. И вот, собственно, вот этот вот замечательный вегеталь Си-2, филдерм вегеталь Си-2 – это активный ингредиент, это пептид, который не синтезирован. Он получен из протеинов сои. Причем из протеинов вынута та самая активная действующая часть этого протеина, чтобы включиться в процесс восстановления клеток кожи. Собственно, вот этот самый вегеталь Си-2 в первую очередь запускает процесс реабилитации клеток кожи и восстановления их нормального функционального состояния. А по большому счету, еще я повторяю, это соевый протеин. Знаете ли вы, почему восточные женщины, в частности, в гипотке, хорошо выглядят? Не потому, что они следуют канонам ухода своей азиатской части жизни, кей-бьюти, косметика, которая сейчас нынче популярна в Корее, а еще и потому, что они потребляют очень много сои. А протеины сои имитируют по своему составу фитогормоны. Фитогормоны женщин. А вы знаете, что наступает период после 40 лет, когда наша с вами фертильная дитороглифонция начинает угасать. А кожа отражает, собственно, недостаток половых гормонов тем, что становится сухой, стрессорной, раздраженной и так далее. И вот, собственно, что происходит. А происходит буквально следующее. Вы наносите эту сыворотку и мгновенно восполняете те самые недостающие фитогормоны. Клетки кожи, точнее, их рецепторы, мгновенно реагируют на внедрение этих активных веществ. И клетки кожи пробуждаются и начинают жить более активной, энергичной жизнью. И, собственно, кожа сияет. И действительно, сыворотка сама по себе очень легкая. Она легко наносит всего лишь несколько капель. Хорошо бы ее нанести на ночь. Но, собственно, можно использовать и непосредственно перед тем, как вам нужно идти, у вас есть какое-то важное событие перед выходом. Поэтому сыворотка, обратите на нее внимание, она достаточно хороша с точки зрения и полагоничного результата. И не забывайте повторять вашим клиентам, вашим друзьям, с которыми вы обсуждаете нашу косметику, что вся практически стиля Beauty Lab сделана совместно с другой французской лабораторией. Эти формулы мы сочиняем вместе с французскими технологами. Поэтому конечный результат, но можно выбрать в достаточной степени, то есть это два взгляда на формулирование косметических средств, приводит к созданию, в общем-то, достаточно активных инновационных препаратов. Отдохнувший вид – это главное, что, собственно, вы будете иметь после применения нескольких капель этой самой сыворотки. Ну а далее, далее мы с вами живем всегда очень активным жилимом жизни. Не знаю, как вы, у меня вечером иногда не бывает сил просто снять макияж. А нужно. Нужно хорошо очистить кожу, потому что без этого вы не получите ее утром отдохнувшей и сияющей. А бывает так, что кожу нужно очищать и среди дня, если вы вдруг, особенно если вы жители мегаполисов. Поэтому для того, чтобы вы могли осуществить этот процесс достаточно быстро и активно, для того, чтобы кожа действительно была чистой, сияющей и отдохнувшей, вы используете новые салфетки. Которые пропитаны мицеллярной водой. Это очень удобно, должна я вам сказать, особенно в командировках, в путешествиях и так далее. Да просто на пляже, когда вы отдыхаете время от времени, стираете остатки солнцезащитного крема и снова его наносите, потому что это залог тоже достаточно мощной защиты. Крем должен быть нанесен на чистую кожу. Итак, мицеллярные салфетки, точнее, очищающие и влажные салфетки для снятия макияжа, пропитанные мицеллярной водой. И фактически очень быстро снимается макияж. Не оставляется вот этого самого эффекта панга, размазанного я по всему лицу, следов туши и макияжа. Это очень действительно удобно. Знаете ли вы, помните ли вы, что такое мицеллярная вода? И мы вообще о ней в последнее время очень много говорим. Мицеллярную воду, по-моему, не сделала самая ленивая только компания, и она есть у всех. Что это вообще такое? Я просто вам напомню. Это не просто вода. Это не просто лосьон. Это микроэмульсия, в составе которой есть маленькие мицеллы, которые обладают определенным электрическим зарядом. Вязь макияж на лице тоже имеет заряд, но другой. Условно мицелла заряжена положительно, частицы загрязнения отрицательны. И обволакивая каждую частицу макияжа, загрязнения на поверхности кожи, мицелла окружает ее и легко убирает с поверхности остатки макияжа. Но моя вам абсолютная рекомендация. Кто бы вам не рассказывал, не нужно умываться после мицеллярной воды, я вам отвечаю, нужно. Ополосните лицо водой. Потому что в составе любой мицеллярной воды, даже самой безвредной и самой мягкой, самой натуральной, всегда есть поверхностно-активные вещества. В противном случае мы с вами не очистим кожу так же досконально, как нам это было бы необходимо. Поэтому мицеллярная вода требует смывания. Любая, в том числе и в салфетках. Просто ополосните лицо прохладной водой, и кожа будет тогда идеально чистой. Ну а далее у нас с вами серия «Ботаника». Собственно, возраст 60+. Это я делала не для себя. Это фактически серия для... Ну, достаточно активная серия. И здесь мы на самом деле попытались объединить несколько фитоисторий. Собственно, 60+, когда-то это был возраст далеко за пенсионный. А тем не менее, в 60 сейчас женщины живут полноценной жизнью. Некоторые даже замуж выходят. У меня есть такие примеры. Поэтому никогда не смотрите внимательно на графу своего паспорта, где обозначена дата рождения. Поэтому любите свою кожу и ухаживайте за ней. Итак, серия «Ботаника». Линия средств, которая предназначена для ухода за кожей 60+. Ей ужасно не нравится, когда пишут возраст на препаратах. Мне кажется, это некое неуважение к этой женщине. Тем более, когда этот тюгик стоит на полочке вашей ванны. Мне очень нравится термин, который используют сейчас маркетологи всего мира. Называется он «age less» – снижение возраста. То есть фактически мы не говорим «анти-возраст» и так далее. Мы говорим, мы нивелируем проявления возрастной вашей кожи. Не «анти-возраст», а «age less». Мы снижаем вообще планку ваших возрастных внешних проявлений. Вы всегда будете выглядеть значительно моложе. Итак, что в составе препарата? Женьшень. Прежде всего, практически латинское название женьшень – «панокс». Собственно, отсюда известное нам слово «панацея». Панацея женьшень – это действительно уникальный совершенно продукт. Более того, существует огромное количество видов этого самого женьшеня. Представьте себе, что мы его, да, умеем культивировать. Но здесь есть огромные сложности. Вообще, получить активные, работающие клетки женьшеня – это большая, кропотливая работа. Например, его нужно сначала 6 лет растить. И только после 6-летнего возраста он набирает максимальную концентрацию действующих активных веществ, которые называются сапонины, гликозиды и так далее. Только после 6 лет женьшень начинает активно включаться в процессы активации жизнедеятельности организма и клеток кожи частности. Поэтому он, безусловно, уникален. Но после того, как его собрали, через 6 лет, только через 10 лет можно посеять на этой плантации следующую партию женьшеня. Он так истощает почву, что там больше женьшеня расти не может. Он набрал всю силу земли и, в общем-то, далее его используют уже в медицинской практике, в косметике и так далее. Но поскольку такого количества женьшеня на всех не напастешься, мы научились культивировать клетки женьшеня. И выращивается в лаборатории определенная биомасса с определенным замедленным спектром активных веществ. И поэтому женьшень стал дешевле, доступнее. В любом случае в косметике мы его и используем. Практически мы имеем с вами тот самый биокультивированный женьшень, выращенный в лаборатории. В котором сконцентрирована максимальная активность действующих ингредиентов. Еще раз повторяю, это сапонины, гликозиды и так далее. Которые обладают той самой уникальной физиологической способностью стимулировать регенерацию клеток организма и кожи в частности. Практически в этом случае, еще раз повторяю, женьшень будет работать именно как вот такой мощный восстановитель функции кожи. Ну а еще далее, далее это шиповник. Ну собственно про шиповник вы и так все прекрасно знаете. Он богат просто огромным количеством витамина группы С. И это очень важно. Витамины С в нашем случае, особенно для возрастной кожи, важно почему. Прежде всего, с возрастом у нас повышается хрупкость сосудов. Вот эти бесконечные красные звездочки, эти бесконечные на коже мелкие воспалительные явления, ломкость повышенная сосудов, хрупкость их приводит к тому, что кожа выглядит неровно. И этот процесс дисколорации, то есть неровного тона, придает нам дополнительное количество возраста. А это нам в общем достаточно не нужно. Мы по этому поговорим чуть дальше и потом. Поэтому витамин С в женьшене, он укрепляет грязные степки сосудов. И самое главное, запускает ситоз коллагена. Он участвует в ситозе коллагена, повышая его кругость кожи. Но еще в составе есть бета-картиноиды. Это провитамин А. А провитамин А, то есть сам ретинол, про который мы потом поговорим еще дальше, в контексте наших новых препаратов, это препарат, который очень нужен для кожи, для того, чтобы заставить клетки кожи активным образом обновляться. И кожа будет тогда вести себя как в примерно молодом возрасте. Пока мы молоды, процесс обновления клеток занимает примерно у нас с вами 28-30 дней. То есть возрастом, к сожалению, это замедляется. И нам нужно уже применять дополнительные средства. Об этом мы тоже поговорим чуть дальше. Но в любом случае сочетание женьшеня и шиповника дает возможность вашей кожи чувствовать себя значительно моложе. Она будет более упругой, более жизнеспособной. И более активно участвовать в процессе жизнедеятельности, в том числе и вашего организма. В составе фитосыворотка для кожи вокруг глаз. В составе дневной и ночной крем. И, соответственно, маска для лица, которая тоже гипернасыщена активными препаратами из женьшеня. Что у нас еще? А еще у нас есть коневые маски. Такая легкая, веселая серия под названием Juicy Fruit. На самом деле их не так много, но вы можете выбрать себе на каждую неделю, день недели, свою маску. И в течение недели с удовольствием их использовать. Итак, маска Detox. Маска, которая будет хороша, наверное, где-то в конце недели. Поскольку в течение рабочей недели кожа накопила огромное количество продуктов жизнедеятельности. И ей требуется вывести продукты, вот эти самые жизнедеятельности из клеток, восстановить статус ООО, сделаться снова молодой и сияющей. В составе маски экстракт винограда. Собственно, чем он знаменателен и замечательен? Прежде всего, в составе винограда есть мощное, совершенно активно действующее вещество, которое называется полифенол. Не важно, как он называется, вам все равно это не нужно запоминать, это сложные химические названия. Полифенол, который обладает мощнейшим антиоксидантным действием. Он убивает все свободные радикалы и далее спокойным образом освобождает клетки кожи и окружающую их среду от токсинов, интоксикаций и так далее. То есть виноград в этом случае это мощнейший детокс. В составе есть еще алоэ, который будет регенерировать кожу. В составе есть еще немного гиалуроновой кислоты, которая будет ее увлажнять. Поэтому самокупное действие этой маски даст вам достаточно быстрый, активный эффект от ее применения. Следующая маска восстанавливающая. В составе ее инжир, алоэ и гиалуроновая кислота. Собственно, здесь ключевой ингредиент инжир. Чем он знаменателен? Прежде всего, в составе инжира действительно очень много полисахаридов. Полисахаридов, которые обладают мощнейшим увлажняющим действием. Причем эти самые полисахариды, они не просто остаются на поверхности кожи, удерживая ее влагу. Они еще умудряются цепляться к поверхности клетокоргового слоя эпидермиса, тем самым заставляя кожу набухать от количества влаги. И смыть вы их достаточно сложно. Кожа мгновенно отреагирует. Алоэ в этих масках присутствует практически во всех, поэтому это основа регенерации и восстановления кожи. Сок алоэ, это стопроцентный восстановленный сок алоэ, в данном случае будет работать как средство защиты, восстановления, регенерации и так далее. Следующая маска, это маска обновления, но здесь в составе есть немножко гликолевой кислоты, есть фруктовые, то есть все самые кислоты, есть алоэ, есть гиалуроновая кислота. Собственно, здесь главная задача снять вот эти старые клетки с поверхности кожи, усилить процедуру обновления клеток, выровнять рельеф и сделать кожу более гладкой. Это не совсем отшелушивание, как мы привыкли, это такой легкий-легкий процесс микропилинга, который просто будет осветлять поверхность кожи, выравнивать ее рельеф и делать ее значительно более гладкой, упругой и сияющей и молодой. В общем-то, маски в достаточной степени забавны, на мой взгляд, в любом случае, дополнят уход за кожей, особенно в экспресс-ситуациях. Мы можем даже с вами в конце составить небольшие экспресс-программы, которые будут с участием в этих же самых масках, для того, чтобы показать немедленный эффект, немедленный эффект от применения препаратов. Далее, антивозраст. Спасибо. Одну секундочку, я постановлюсь у воды. Итак, наш любимый эксперт. Серия, которая уже давно живет своей жизнью, она почти не меняется много лет. Мы ее немножечко дополняем, мы ее немножечко изменяем, но в целом серия сама по себе очень, на мой взгляд, актуальна и хороша. Прежде всего, помня свое исходное образование врача-дерматокосметолога, естественно, я старалась сделать препараты, которые бы имитировали уход за кожей в салоне, заменяя иногда салонные процедуры. Понятно, что не все салонные процедуры его можно заменить, но тем не менее. Косметология на такой степени стала развиваться активно, что мы уже способны, в общем-то, и на дому сделать столь активный препарат, и сэкономить деньги, и в то же время получить тот же самый активный эффект. Что у нас здесь самое главное? Бьюти Айс – это наша замечательная серия для ухода за глазами. Чем она дополняется? Сейчас мы это увидим. Далее – это кислородная мезотерапия. Куда нам без кислородной мезотерапии? Я могу сказать, что в своей медицинской практике я активно использую инъекции на основе перфторана для лечения очень многих патологических состояний кожи, таких даже самых тяжелых акне или розации. То есть без кислородной мезотерапии нам совершенно никуда. Далее – еще интенсивное обновление кожи. Здесь мы тоже вас порадуем отдельными новинками. Сейчас мы их тоже детально обсудим. Кроме всего прочего, Эйдж Пауэра – это коррекция возрастных изменений, тот самый Эйдж Лес, когда мы с вами видим нивелирование внешних стигматов возраста и восстановление структуры кожи. Уайтенинг – это отбеливание даже не в том варианте, в котором мы привыкли видеть. Это скорее выравнивание туры на коже, осветление и отдельный препарат – это борьба с пигментными пятнами. Такая проблема, она существует, к сожалению. А сейчас она будет беспокоить вас еще больше, точнее ваших клиентов, ваших возможных. Те, кто неправильно пользуются солнцезащитными средствами, те, кто ходят в солярии, да и вообще забывают использовать кремы со спецфактором, даже когда на улице нет яркого солнца. Поэтому идеальное тело. Мы чуть-чуть припозднились с ним, конечно. Этим надо было заниматься полгода до наступления сезона бикини. Но кое-что успеть можно делать, мы сейчас тоже посмотрим. Ну и мы сейчас выводим из ассортимента несколько серий. Серию очищения, серию профессиональных масок и Себобаланс. Точнее не выводим, мы их немножечко переделаем. Для того, чтобы сделать их более доступным по цене, это касается ординарных масок прежде всего. И далее серия клиентинга, она должна немножечко преобразоваться, потому что появились абсолютно новые текстуры, структуры и так далее. Появились вообще другие препараты для снятия макияжа, даже те, которые мы еще даже не представляли, что такие существуют. Поэтому здесь мы будем вас развлекать немножко профессиональными средствами, но чуточку позже. Это потребует переформулирования. Итак, а Себобаланс, ну, маркетологи сказали, что это самая плохо продающаяся серия, хотя мы ее создавали для дам, у кого за 30-40, но те, у кого есть еще проблемы с повышенной активностью сальных желез. Это примерно 20% населения, но, видимо, не все ее поняли. Будем думать, как сделать понятнее и лучше. Итак, активная сыворотка. Сыворотка серии «Эксперт». Но я всегда-то знаю и говорю вам, что это лишь помощник основным вашим усилиям по борьбе с... точнее, по попытке приобрести эти самые идеальные формы тела, но, тем не менее, вы можете попробовать убрать какие-то внешние проявления антицерлюлитные. Итак, в составе есть экстракт бурых водорослей, особая совершенно их форма. То есть это микроводоросли, которые в итоге способны работать как мощный лимфодренаж. По сути, это мощнейший реполитик. В составе препарата очень много йода, микроэлементов, которые так или иначе блокируют усвоение клетками жирных кислот. Но самая большая проблема целлюлита и вообще проблема – это застой воды в этих самых проблемных зонах. Иногда бывает так, что после того, как вы провели процедуру лимфодренажа, кожа стала гораздо более бугристой, всех это утручает. Ничего страшного, она восстановится. Просто потому, что вы убрали влагу, и у вас уменьшились объемы, и стали чуть более выпуклые вот эти вот жировые клетки, покрытые среди тканой оболочкой. То, что называют в практике косметолога целлюли. Целлюль – это клетка, ячейка. Поэтому сыворотка будет действительно оказывать мощнейший лимфодренажный эффект при нанесении локальном. Кроме всего прочего, будет активно стимулировать процесс микроциркуляции, снимать отечность, защищать кожу микроэлементами, делая ее упругой и подтянутой. Фактически, в составе есть еще кофеин. На самом деле, кофеин даже используют как мезотерапию. Сыворотку вы можете, кстати, пустить под мезороллер. Нанесите ее на поверхность кожи, возьмите мезороллер и покатайте ее по тем самым проблемным зонам. Бедра, ягодицы, у кого-то руки, может быть, на и живот, в общем-то. Это будет способствовать уменьшению, улучшему проникновению сыворотки. А нам нужно, чтобы она попала не просто на поверхность кожи, а проникла примерно сантиметра 3 вовнутрь подкожно-жировую клетчатку. Довольно проблематично, но можно попробовать. Итак, следующий препарат, восстанавливающий крем для тела против растяжек. Растяжки очень сложная тема. С ней борются косметологи, пластические хирурги уже годами. Понятно, что избавиться от них бывает проблематично, особенно если растяжки старые. Но если вам повезло, и у вас есть в руках этот крем, а растяжки еще и нет розовый такой оттенок, они свежие достаточно, вот здесь вы можете получить максимальный эффект. Итак, что там есть? Самое главное. Основной действующий ингредиент – это кептид. Делает его лаборатория «Пентафарм», который входит в швейцарский концерт «ТСМ». Они занимаются производством, большей частью, пептидов. И, собственно, эти самые пептиды мы и используем здесь. Пептид называется «Дратусит». На самом деле стоит он как крыло самолета. Очень дорогая история, поэтому, безусловно, сделать еще дешевый продукт нам никак не удается, чтобы действующая концентрация этого самого «Дратусита» там работала. Но для того, чтобы усилить действие «Дратусита», мы еще и положили сюда огромную, высокую концентрацию цинтеллы азиатика. Она обладает мощнейшим регенирующим и лимфодренажным эффектом. По сути, препарат нужно использовать ежедневно, в течение хотя бы двух месяцев, нанося его на зоны растяжек, рубцов и так далее. Но здесь есть одна хитрость. Наносите сначала наш кислородный бальзам, который будет работать как проводник вот этих самых активных ингредиентов, а уже поверх него вот этот препарат против растяжек для тела. Потому что у кислородного бальзама есть очень главная функция. Он будет активным образом усиливать микроциркуляцию. И он сработает как проводник активных ингредиентов и пептида. Пептид очень хорошо садится на первоторсоединение. И первоторсоединение защищает его от предвиждевременного разрушения ферментами. Поэтому он протащит это достаточно глубоко в зону, которую вам нужно регулировать. И эффект будет значительно более мощный. Препарат работающий. Мы проводили клинику. Вы видите, что 77% пациентов увидели реальный эффект. 88% отметили. Да, типа кожа подтянулась. Но 70% практически сказали. Растяжки сократились. Это хорошо. Это действительно очень хороший результат. Далее. Система обновления кожи с ночным пилингом. Мы не выводим АБЦ в нашу любимую серию. Мы ее дополняем, чтобы вам было понятно. А то меня уже испуганные потребители спрашивают. Еще и этого не будет? Будет. Обязательно. Что здесь появилось? Обновляющий ночной пилинг тоник. Вы помните нашу систему АБЦ. ШАК А. Препарат на основе 10% гликолевой кислоты, который при нанесении на кожу растворяет межклеточный цемент и способствует очень быстрому удалению с поверхности кожи препарат отмерших клеток. ШАК Б. В составе препарата есть фермент, который будет разрушать сами отмершие клетки. Стоит их встречу буквально на кусочке. И отшелушивающие агенты, жесткие частицы, которые их снимут с поверхности кожи. Вот этот препарат мы сейчас заменим. Мы облегчим вашу жизнь. Он будет значительно удобнее в использовании. И завершающая наша история – это крем-сос-терапия, который просто купирует покраснение кожи. То есть это кровоя возникнет после активной агрессивной реакции. То есть теперь мы дополняем эту систему следующим образом. Первый шаг у нас теперь будет лосьон, который сахал кислотами. Практически мы рекомендуем его использовать на ночь. Мы протерли лицо лосьоном, в котором молочная и гликолевая лимонные кислоты. Он очень легкий. Но при ежедневном использовании вы уже через неделю увидите, как у вас просто стираются с поверхности кожи постепенно все мертвые клетки. Серый оттенок становится более гладким, более розовым. Кожа становится сияющей, при этом она не раздражается, она не реагирует негативно, она прекрасно переносит эту процедуру. Этим можно пользоваться постоянно, если вы считаете, что вам нужно выровнять то. А чем вы старше, тем это более необходимо. То есть после 45-ти это просто регулярная ежедневная процедура, дополняющая весь ваш уход. Далее вы наносите на кожу ночной крем-активатор с саха-кислотами. На самом деле это крем-маска. Вообще система ночных пилинг. Моего возвращения не было предела, когда я увидела формулу сыворотки, которую нам сделала компания Ankarotti. Там было все как без стимуляторов роста ресниц. Да, они укрепляются, да, они становятся более толстыми, да, это ухаживающий продукт, который в общем сам в себе хороший. Но это никакой не активатор роста. Поэтому мы усилили формулу и вернули нашу старую сыворотку для активации роста ресниц. Собственно, мои ресницы отрощены ею, я ее пользуюсь регулярно. Откуда это вообще все взялось? Лет, наверное, 8 назад я купила в Америке за 150 долларов препарат под названием Латис. Я уже тогда была демушка нефертильного возраста, а это, к сожалению, тоже приводит к уледению ресниц, бровей и так далее. Поэтому этот Латис мне за 2 месяца отрастил обратно на ресницы и восстановил структуру бровей. Поэтому, но формула у глаз закрыта. Но, допустя какое-то время, канадская компания фармацевтическая выпустила другой пептид, очень близкий по действию к Латису. Вообще, изначально препарат, который называется Латис в Америке, с него, собственно, все пошли активаторы роста ресниц, это было средство для лечения глухомы. Точнее, делали средство для лечения глухомы, и оказалось, что у больных глухомы необыкновенным образом отрастает ресница. Причем отрастает так, поскольку это системный препарат, его используют несколько месяцев. Естественно, это заинтересовало другую часть медицины, эстетическую, поэтому выпустили этот самый Латис. Но чтобы его купить, например, в Америке, нужно пойти сначала записаться на прием к офтальмологу. Заплатить ему 20 долларов, потом пойти в аптеку, заплатить еще 150, чтобы тебе фармацевт продал этот препарат. У нас все значительно проще. Экономическая часть жизни тоже значительно проще. Там работают два пептида. Первый, тот самый активатор роста волос. Он включает вот это вот, но единственное есть но ресницы растут, пока вы им пользуетесь. Минимально, им может больше все время, постоянно, годами. Это никаких проблем не возникает. Но чтобы получить эффект, нужно применять его хотя бы 8 недель. Через 4 недели вы увидите, вот наберитесь терпения это называется. Через 4 недели вы увидите, что ресницы будут гуще значительно. А через 8 недель ресницы вырастут. Очень заметно. Причем настолько заметно, что это удивит не только вас, но и ваших друзей. Кроме всего, я еще обращаюсь с тем, кому за 40-45. С возрастом у нас очень слабеет луковица ресниц в том числе. Поэтому все, что связано с наращиванием ресниц после 45 лет, я крайне рекомендую делать. Вы постепенно лишитесь собственных ресниц. Лучше воспользуйтесь этой сывороткой. Это значительно более гуманно будет по отношению к вам, к вашим ресницам в том числе. Это первое. Скоро появится еще и сыворотка отдельная для бровей. Мы ее немножечко тоже переработали. Мы добавили туда еще один пептид, который стимулирует синтез меланина. То есть они потихонечку темнеют. При этом получается, что седые волосы потихоньку замещаются более темными. Ну то есть здесь единственное, о чем вы должны помнить и понимать. Если волос уже совсем седой, он уже сам снова не окрасится. Это немножко другая схема. Но когда вы его уберете, наверное, в его месте вырастет волос уже с пигментом. Ну то есть ждать, что ваш седой волос преобразится не нужно, но его заменит волос уже нормального, вашего естественного цвета. Поэтому здесь тоже идет постепенное восстановление цвета бровей в том числе. Ресницы реально отращиваются. И это клинически апробированный доказанный эффект не только нами, а годами, годами нашими друзьями-клиницистами. При этом еще раз повторяю. Вы наверняка в интернете видите бесконечное количество предложений, ланш, а чего-нибудь там растим лесницы мгновенно. Вот забеженные совершенно деньги. Но, наверное, самый близкий к нам аналог это талика французская. Но талика стоит около 40 евро, минимум там 35. Поэтому сравнивайте, пробуйте и так далее. Ну а сейчас я хотела бы поговорить с вами чуть более подробно о другой системе. Наверное, вы все ждете, помимо вот этих точечных мелочей, про которые я вам рассказывала сегодня, запуска более серьезных историй, это то, что мы успели сделать за последние полгода, сделать новую серию сил экспертов, которая называется скин-активатор. Отчасти это в значительной степени переработанная и улучшенная формула СНГА, переработанная и улучшенная тем, что мы их очень сильно, очень сильно переработали во всех ипостасях. Итак, что у нас там есть? Мы помним с вами, что всегда знаем и помним, что всегда очень важно в этом взрослом уходе использовать систему. Эту самую систему нужно использовать всегда последовательно. и мы, в общем-то, воспроизвели фактически такой профессиональный уход, который предполагает трехэтапное воздействие на кожу. Что это такое? Первый этап – это основной этап, который будет увлажнять прежде всего кожу. Это снизкоморгулярная гиаловая кислота. Мы сейчас все разберем с вами по ингредиентам. Я расскажу, важно, что помните, что уже запомнить здесь. Следующий этап – это этап, усиливающий уход со средней молекулярной гиалуроновой кислотой. И уже закрепляющий, запечатывающий, я бы сказала, активы, которые попали в кожу, этап – это с высоко молекулярной гиалуроновой кислотой. Вот так это будет выглядеть. В 13-й кампании вы увидите первый этап ухода. Пока вы будете им пользоваться, успеет, подоспеет следующий этап – 14-й, 2-й и 3-й. Что это такое? Скидоксиматор. Почему-то мои слайды здесь плохо видны. Ну ладно. По сути, классическая косметология предполагает всегда системный подход к же ходу. Очень важно помнить следующее. Для получения максимального эффекта вы должны использовать курс препаратов. Курс не один раз намазал на кожу и ушел. Нужно добраться к тому самому эффекту аккумуляции. Поэтому первый этап – это три последовательные ступени. Первая ступень – восстановление защиты. Мы здесь будем с вами активизировать метаболизм в коже, увлажнять ее в глубокие слои. Вторая ступень – это эластичность и упругость. Здесь мы будем в этой второй ступени разглаживать прежде всего морщины и восстанавливать плотность кожи. Третья ступень – это лифтинг. Здесь наша задача – восстановить покосившийся юношеский овал лица и придать коже те самые четкие контуры молодого юношеского овала. Итак, что будет происходить в коже, как это работает? Первый этап – это восстановление. Прежде всего в составе препарата будет происходить активация гимфодренажа, снятие отеков и детоксикация кожи. И здесь мы с вами будем включать активный процесс восстановления в общении состояния. Для того, чтобы действительно это все происходило правильно, будет работать пептид, который называется 3-пептид-43. Его сделал для нас институт молекулярной генетики. Наш любимый с вами кислородный активатор Аквафтем. Там будет и аргинин, и 10-H. Это новофтем. Помните, что такое 10-H? Все помнят? Или еще нужно про это рассказать тоже? Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, экстракт каштана и устойчивая форма витамина С. Собственно, что будет происходить во время применения этой самой структуры, этого самого этапа? Прежде всего, пептид запустит синтез халогена и начнет стимулировать синтез собственной гиалуроновой кислоты в коже. Низкомолекулярная кислота будет проникать в глубокие слои кожи и восполнять утраченный баланс гиалуроновой кислоты, которая должна находиться у вас в дерме. То есть мы ее специально взяли такого размера, чтобы она могла проникнуть внутрь кожи. Не на поверхности остаться, а попасть глубоко. Ну а данный экстракт каштана, его задача как раз укреплять стенки сосудов, стимулировать локальную микроциркуляцию и далее еще и выводить избыточную жидкость, если есть такой небольшой отек. Но истойчивая форма витамина С, она укрепляет стенки сосудов и тоже участвует в синтезе коллагена. Следующий этап, который, собственно, очень важен, это ступень восстановления защиты, стимуляции метаболизма. Собственно, в этот период у вас как раз в течение месяца, пока вы не используете этот самый набор препаратов, у вас произойдет детоксикация кожи. Это процесс так называемого 3D-увлажнения. Кожа наполнится влагой изнутри и снаружи. Это пептид, который будет активировать молодость и способствовать очищению клеток от поврежденных белков и белкового мусора. Мы кожу с вами восстановили, оптимизировали метаболизм и теперь она готова воспринимать более активные препараты. Поэтому мы переходим с вами дальше к следующей ступени. А следующая ступень, которая восстанавливает эластичность кожи, она тоже очень важна. Помимо белка коллагена, про который вы знаете, я вам про него все время рассказываю, в составе, в коже очень важна высокая нормальная концентрация другого белка, эластина. Это важно, чтобы кожа, растянувшись, имела возможность вернуться обратно, а не осталась обвисшим фрагментом, который будет портить ваш юношеский овал. Поэтому белок эластин будет поддерживать ее упругость и поддерживать форму кожи. Поэтому фактически второй этап это восстановление эластичности. Что здесь у нас с вами работает? Прежде всего, в составе препарата низкомолекулярная гиалуроновая кислота, это аквафтем, это удивительный совершенно активный ингредиент, который делает наши друзья в французской лаборатории колетика. Это эслизин, то есть мы запускаем с вами еще и синтез эластина. В то же время экстаркаштаны, витамин Е будут активно же образом восстанавливать тоже упругость кожи. Поэтому второй ступени здесь активизация клеток кожи, омоложение кожи, восстановление эластичности. И работает здесь эластин, тот самый пептид, который делает для нас наши самые старые друзья, компания БАСК. И задача его стимулировать синтез эластина в коже. СИПАП – это пептид, который делает для нас компания ПЕНТАФАРМ, которая входит в состав концерна ДСН, который находится в Швейцарии. И его задача стимулировать синтез собственной гиалуроновой кислоты, восполнять ее недостаток в коже, изнутри делая ее упругой, увеличивая вот эту толщину этого гиалуронового матрасика, который поддерживает изнутри упругость кожи. И удивительный ингредиент, который называется Эрли Бруст, это препарат с зубиновой водорослей. Такой шарик небольшой, который обладает мощнейшим эффектом, восстанавливает активность клеток кожи, убирает отеки, темные круги. И самое главное – 24 часа поддерживать увлажненность кожи. Вот он так, вот выглядит так, это самые замечательные рубиновые водоросы. Энергетик, который необыкновенно образом включает все процессы синтеза энергии. Ну а далее, далее, во второй ступени, для чего вам вообще нужна эластичность кожи? Очень важно следующее. У молодых людей клетки кожи активно делятся, они работают, процессируют белки кожи, а у людей после 45-ти эта самая активность совершенно угасает. И вы видите вот на этих картинках, которые обозначены наверху, как выглядят клетки людей разного возраста. У 6-летнего ребенка клеточки такие четкие, ясные, все видно хорошо. У 35-летнего еще все более-менее ничего, а к 49-ти годам, видите, клеток почти нет, вы видите, какие огромные пустоты. А уже к 90-ти годам, к 80-ти годам, мы вообще плохо различаем структуру кожи. Увы, процессы уже ушли в безвозвратный статус. Вот после 80-ти лет мало что можно восстановить в коже. Поэтому давайте будем работать над этим значительно раньше. Поэтому второй этап, вторая ступень, активизация клеток кожи, оболожение, восстановление ее эластичности. Ну а вот так вот выглядит, например, фибробласт. Я все время вам рассказываю, есть такие клетки в коже, которые занимаются тем, что прежде всего синтезируют коллаген и гиалуроновую кислоту. Вот когда она молодая, когда вам было 18, она была вот такая яркая и светящаяся, полная энергии. И каждая клетка просто изнутри светится активными центрами. И каждая эта точка, это та самая точка роста, которая продуцирует коллаген и гиалуроновую кислоту. Но потом проходит время, и уже к 50-ти годам все, к сожалению, задухает. Но у нас с вами есть возможность вернуть эти процессы, ну не хотя бы на уровень, в 18-ти лет, но точно, точно минус 10 определенно. Поэтому вторая ступень как раз и запускает активность вот этих самых клеток, для того, чтобы их можно было, точнее, чтобы они могли использовать силу энергии. Поэтому во второй ступени мы с вами получим эластичность, уменьшение глубины морщин, упрямую подтянутую кожу и увлажненную, тем самым полностью восстановим мы все процессы, которые свойственны возрасту лет 25-30. Ну а третья ступень, третья ступень это лифтинг. Удивительный ингредиент, который сделала для нас компания Кадив. Вы уже устали? Нет. Итак, давайте я попробую вам это самое, потому что когда я сижу в углу, вы меня не видите и не реагируете на все эти самые. Итак, что происходит в коже? В основе действия третьей ступени лифтинга лежит совершенно уникальный ингредиент, его называют лакесис. Вот эта вот удивительная штука – это пептид, который продлевает жизнь собственных стволовых клеток. Удивительно следующее, что лакесис – это уникальное масло, которое получает из кристальных капель смолы, которые активируют белки молодости в клетках кожи и стимулируют синтез этих самых поддерживающих волокон. При использовании этого уникального пептида мы получаем с вами объемную, упругую кожу. На самом деле лакесис – это в основе лежит древняя легенда, когда три сестры придут, работает веретено в жизни, и нить жизни тихо наматывается на это самое веретено. Вот эта вот нить жизни называется лакесис, и, собственно, наша задача, чтобы это веретено вращалось не так активно и быстро, и главное, чтобы нить не обрывалось. И вот, собственно, лакесис, его главная задача – не оборвать нить жизни клеток кожи, а наоборот, наполнить его энергией и заставить клетки работать как молодые и активные. Поэтому, может быть, не запоминайте сложные истории, связанные с пептидами и так далее. Вспомните древнюю историю претения нити жизни древня сестрами, каждая из которых отвечала за свою часть этой жизни. Вот лакесис – это как раз попытка не оборвать нить жизни клетки кожи, а заставить ее жить полноценно, активно и бодро. Поэтому акадив – это наши старые достаточно друзья. Прежде всего, они специализируются на ингредиентах морских. У них собственные плантации водорослей. Это все водоросли, про которые я вам рассказываю, делают для нас кадив. Плантации, которые не растят в особых чистых водах Атлантического океана, потому что располагается эта замечательная компания на берегу Атлантического океана в городке, который называется Саммаро. Это курортный город Французской Британии. Поэтому жизнь у них там размеренная. Им не нужно заботиться о вращении этого самого рейтенанта жизни. У них и так все хорошо. Поэтому лакесис, вот, собственно, легенда, про которую я вам рассказываю, масса получающих прозрачных деревьев, которые растут только на греческом острове Хисос. И греческая богиня, давшая свое имя белку молодости, ее звали как раз лакесис. Ну а далее мы увеличиваем содержание белка молодости, восстанавливаем трехмерную плотность кожи. И далее повышается плотность, однородность поддерживающих волокон. Кожа становится значительно более молодой. Поэтому здесь лифтинг будет совершенно очевиден. То есть третья ступень – лифтинг, подтянутые четкие кортуры лица, объемная плотная упругая кожа и, самое главное, ее ровный тон. Итак, на всякий случай, еще раз напоминаю, три системы ухода, которые спин-активатор. Это восстановление, эластичность и упругость. В общем-то, все, что мы вам готовы будем предложить в ближайшее время, имея в виду с точки зрения такого активного ухода. Сейчас, а, вот. Ну, а теперь про руки, про ноги. Здесь все так прозрачно, очевидно, что даже не стоит останавливаться в подробностях. Вы и так все проекты прекрасно знаете. Руки, ноги, они требуют ухода. Практически грем для рук – это возрастной эффект. Грем для рук – увлажнение и восстановление. Грем для ног. Гальзам для рук и ногтей и прочее. Грем для рук и ногтей – бутикулы. Фактически препараты отличаются насыщенностью тех или иных активных ингредиентов. Более того, они практически натуральны, поэтому здесь нет никаких противопоказаний, как использование. Грем для рук с авокадо, грем для рук с ромашкой, грем для рук, гальзам для рук с шиповником. Ну, в общем, все достаточно и так все понятно. Мы не будем тратить особенное время, потому что у нас с вами куча другого есть интересного впереди. Далее – персональная гигиена и уход за волосами. О, вот она. Ну, это небольшая развлекателька для того, чтобы вы могли немножечко позабавить себя и ваших клиентов в дополнение к тем самым средствам для ухода за кожей, про которые я вам рассказала. Фактически это дополнение – эмоциональная часть жизни, а сегодня у нас такой гель для души, а завтра вот этот и так далее. Итак, четыре новые геля для души, точнее, восемь новых артикулов – это шампуни-гели для души, которые основаны на экстрактах травы. Большей частью, это еще повторяю, это вкусовая история. Там экстракты, где-то экстракты бия и клюквы, где-то смородина и пион, где-то у нас календула и облепиха. Все это вы и так прекрасно бия знаете, посмотрите на картинки, прочитаете эффект, попробуете, нравится ли вам запах и поймете, выглядели для себя абсолютно подходящий. Препараты мягкие, они хорошо пьянятся, мягко ухаживают за кожей, но самое главное, действительно, обладают приятными ароматерапевтическими ароматами, которые будут восполнять украшения в вашу ванную комнату и лишний подарок в виде геля для души никому не приведет. Но самое главное, когда всегда обращались и в обратной связи, я много раз читала вопросы, вы такая мощная лаборатория, такая большая компания, вы неужели не можете делать хорошие натуральные ингредиенты, препараты? Они у нас натуральные. Мы просто ради интереса взяли и посчитали натуральность наших средств и обнаружили, что, например, вот эти гели-ботаника 94% натуральных ингредиентов. То же самое касается шампуней. Ну, то есть фактически мы даже не заморачивались никогда, мы просто всегда знали, что у нас минимум 90% натуральных ингредиентов. Да, там наши отдельные активы мы не можем считать натуральными, например, синтезированные пептиды и так далее, но они нам нужны для активности. Это не вредит нашей коже никак. Поэтому просто обратите внимание на цифру 94 и когда вы будете рассказывать вашим клиентам про эти препараты, всегда помните, они на 94% абсолютно натуральны. То же касается и шампунь, и уход за волосами ботаника. Здесь новый препарат, точнее, получается, мы запускаем 14 новых продуктов, которые созданы для разных типов волос. Это и просто шампунь и бальзам, и два в одном. Единственное, они опять будут отличаться активными ингредиентами. Собственно, здесь тоже ничего нового. Ботаника, она из ботаника. Сколько есть возможных трав, сколько есть возможных экстрактов, мы все стараемся использовать для того, чтобы просто расширить ассортимент. Одно заменяем другим. Здесь глобально ничего не происходит. Но тоже еще раз повторяю, они недороги. 79 рублей при запуске в каталоге и 94% натуральности. Это тоже очень важный аргумент в пользу этих препаратов. Наш ответ в чистой линии. Перепарь линии. Вот. Ну а далее краски. Краски для волос. Вы знаете вообще, как работает краска? Я человеку, который в жизни не красил волос, сейчас вам будет рассказывать про это. Как устроен наш волос? Вы в курсе? Пока положу свой. Если посмотреть на наши волосы под микроскопом, то будет это выглядеть примерно вот так. Просто когда вы будете рассказывать вашим клиентам, чем краска алябеза, мячная наша, и аммиачная отличается, это нужно просто немножко понимать. Итак, волос. Вот он. Если посмотреть на него в микроскопе, он толстый, совершенно такой активный. При этом внутри волоса волокна, которые придают ему прочность. И, собственно, эти волокна структуру волоса поддерживают. К великому сожалению, волосы – это уже мертвая субстанция. Если вы хотите их вырастить или укрепить, или восстановить, конечно, нужно ухаживать за кожей головой. Но, тем не менее, нельзя забывать, что структура волоса тоже зависит от многих факторов. Поверхность волоса покрыта такими чешуйками, которые, как черепица, налегают одна на другую. И вот, когда вы наносите краску для волос, вот эти вот чешуйки поднимаются. Сюда заходит краситель. Вот, заползает. И потом, когда вы обрабатываете уже волос следующим этапом вашего процесса окрашивания безвозможными ампулами и бальзамами, чешуйки закрываются и запечатывают краску внутри волоса. Вот, в общем-то, все очень просто. Так работают аммиачные краски, и примерно так работают безаммиачные. Безаммиачные от аммиачных отличаются тем, что вот эти чешуйки поднимаются очень медленно. И тогда они, если вы резко щелочным раствором обработаете волос, то чешуйка может резко вздыбиться и обломаться. И в этом случае волосы, когда поликмахер сжигает волосы, это вот как раз он, ты борщил с временем экспозиции или неправильно составил вот эту вот, собственно, саму массу для окрашивания волос. Поэтому эти краски, они аммиачные. Они те самые стандартные аммиачные краски. И сделаны они для того, чтобы прежде всего закрашивать седину. Потому что, ну, так оказалось, что примерно 80% наших потребителей все же красит волосы не всегда для того, чтобы изменить цвет все же, а закрасить седину. Поэтому здесь без аммиачной окраски, к сожалению, не очень удобно. Она вряд ли справится с такой глобальной задачей стопроцентное окрашивание седины. Поэтому краски ботаника мы могли только облагородить еще активными растительными экстрактами, чтобы смягчить действия аммиака и других компрессоров, которые, к сожалению, присутствуют в краске всегда. Неважно, наша ли это краска, лориалевская или там еще чья-то. Формула одинаковая. Ничего не поменялось с момента запретения красок для волос. Поэтому, если вы просто часто меняете цвет волос, тогда пользуйтесь нашей серией более деликатной, которая без аммиака. Если вы действительно хотите закрасить седину, то пользуйтесь серией либо ботаника, если ваш потребитель бюджетный, то есть в зависимости от бюджета вашего потребителя можете выбрать ту или иную краску для волос. 20 оттенков, которые были созданы. Итак, а вот эта серия мне нравится очень. Выход за волосами на основе гиалуроновой кислоты. Фактически, уже в 13-м каталоге, и мы эти шампуни уже все активно опробовали, нам они действительно очень нравятся. Почему? Прежде всего, мы обнаружили клинические, мы клинику сделали на них. Имейте в виду, что эти цифры обозначены. Это означает, что мы провели клинические исследования. На 43% увеличивается толщина волоса. То есть те, кто действительно, у кого вдруг волосы стали слабыми, или вам хочется их уплотнить, пожалуйста, применяйте эту серию. Далее, на 18% увеличение силы волос. Это отдельный тест. Зачем нам вообще нужна гиалуроновая кислота? Мы все ее приметы видеть исключительно в контексте ухода за кожей. Но гиалуроновая кислота нужна и для волос. Вот, собственно, то, что я рисовала вам здесь. Вот гиалуроновая кислота между вот этими чешуйками, у нас с вами в ноге, там сидят церамиды. И эти самые церамиды, они как бы, как цемент, запечатывают волос. Но если мы сверху поместим гиалуроновую кислоту, то она немножечко набухая, придаст больше объема волосам, удержит влагу, сделает их более эластичными. И волосы пристанут быть вот этими шуршащимися, такими сухими совершенно. Они пристанут литеризоваться и будут очень легко расчесываться. Поэтому гиалуроновая кислота здесь будет играть роль не просто увлажнителя, но еще средства для защиты стержня волос. Это тоже очень важно. Здесь обычно система, шампунь-бальзам. Есть, безусловно, очень хорошая маска с гиалуроновой кислотой для такого быстрого экспресс-восстановления волос. И есть активная сыворотка-спрей, которая наносится на поверхность волоса, распределяется на сухие, влажные и важно. И заполняет все пустоты в волосах, делая их значительно более плотными. Ну и еще один препарат, это вот замечательная еще одна сыворотка, отдельный уход за волосами, если для кончиков волос, если они вдруг начинают сечься. Ну и далее. Опять развлекуха для вас и ваших клиентов. Это умиротворяющие ароматы Прованса. Это великолепная гармония с души релакса души и тела. Это гели для душа из серии Прованс. Апельсин и ваниль. Я, правда, не очень поняла, зачем там ваниль. Прованс не имеет к этому никакого отношения, но апельсин, правда, там присутствует. Скорее, запах у этого шампуня и геля для души, точнее, не столько ваниль, сколько fleur de l'omange, это цветы апельсина. Ну, а далее лаванда и муртель, это запах Прованса, который, если вы там бывали, то этот запах будет сопровождаться всегда и везде, потому что лаванда там пахнет почти круглогодично. Ну, пока все. У нас дальше есть продавление, чуточку помню.